здравствуйте я на строма 771 сегодня я хотел бы выполнить тестирование антивирусного продукта зимана антималва премиум версии 2 19 187 737 первый основной архив в настоящий момент содержит 8209 объектов второй архив расширенный включает себя 10224 объекта третий архив 177 объектов представлен как альтернативный четвертый архив включает 1950 объектов декабря 2012 года пятый архив включает 531 троян энкодер шестой архив это 36 бат скриптов и последний архив 34 объекта которые зловредными не являются но могут определяться антивирусами как таковые выполняем установку выполняется активация полной версии продукта настройки защита в режиме реального времени работает действие помещение в карантин исключений нет версия самая последняя дополнительные настройки выполняем распаковку первого архива вводим пароль приостанавливаю таймер 1 минута 11 секунд архив фактически распакован проверяем свойства внутри 8209 объектов изначальное количество открываем директорию и пробуем перемещаться внутри какой-либо реакции со стороны защитного комплекса не наблюдается выполняю принудительное пользовательское сканирование и продолжаю учет времени начинается обнаружение зловредных объектов файлы перепроверяются нагрузка зам экзе 46 процентов процессор 70 завершается процедура сканирования приостанавливаю таймер предлагается поместить объекты в карантин применяю ко всем удаление и продолжаем учет времени объекты начинают сокращаться в директории приостанавливаю таймер в директории остается 22 файла выполняю еще одну проверку перемещаю директорию в область сканирования и продолжаю учет времени сканирование завершается более угрозы не обнаружены таким образом общее время всех сканирований составляет 21 минуту 46 секунд выполняю перепроверку оставшихся объектов при помощи дополнительных сканеров hitman pro из представленных считает зловредными 13 объектов дополнительно оставшиеся объекты при помощи специального программного обеспечения переправляются на вирус total завершается процедура проверки все объекты как и предполагалось являются зловредным более чем 10 двигателями зловредность подтверждается в 12 объектах если говорить о процентах нераспознанных если учитывать все оставшиеся объекты как опасные то процент составляет 0,27 процента если учитывать только те объекты которые подтверждаются более чем 10 двигателями то процент нераспознанных составляет 0,15 процента что касается нагрузок максимальные нагрузки выделяются в одном процессе пиковая виртуальная память на максимуме 274 54 мегабайта физическая память 87 83 мегабайта исходя из того что в режиме реального времени в процессе распаковки реакции со стороны антивируса на объекты отсутствуют я выполняю распаковку всех архивов выполняем проверку второй директории сканирование завершено определяется как зловредный 9417 объектов из 10224 применяю ко всем объектам удаление файлы в директории начинают сокращаться обработка завершена в директории 807 объектов 3 директория на проверку из проверяемых 171 объекта зловредными считаются 155 удаляю все обнаруженные в директории остается 22 файла 4 директория на проверку проверяются все 1950 завершается проверка сканер считает зловредными 1948 объектов применяю ко всем удаление объекты сокращаются в директории остается два файла следующая директория энкодеры проверяем завершается проверка 530 объектов из 531 считаются опасными удаляю завершается процедура в директории остался один объект 353 следующая директория на проверку батскрипты выполняем сканирование проверяется 36 объектов зловредными определены 21 применяю ко всем удалить внутри 15 объектов опасных целенаправленно написанных вирусов среди них нет последние директории на проверку проверялась 33 объекта обнаружено 4 угрозы применяю ко всем удаление внутри 30 объектов оставшиеся объекты перепроверяются сторонними сканерами там где объектов много я использую hitman pro там где файлов небольшое количество отправляю на virus total вторая директория здесь 800 объектов перепроверяем hitman результат проверки 76 объектов считаются опасными из проверяемых объекты из 3 директории направляются для проверки на virus total три объекта считаются не зловредными 19 в настоящее время подтверждены различным количеством двигателей более чем 10 подтверждаются 11 файлов четвертая директория здесь из оставшихся двух объектов зловредным считается только 17 двигателей подтверждают его зловредность что касается энкодера объект 353 подтвержден 46 двигателями переходим к следующему этапу тестирования это запуск оставшихся зловредных объектов где защита реального времени должна себя в той или иной степени проявить я удаляю объекты которые зловредными не являются так как работать с ними мы не будем открываю директорию номер один 22 объекта запускаем 1669 появляется в памяти антималва заблокировал опасный объект сообщает зимана это инсталлятор rapid install а пробуем установить но объект из памяти выгружается объект перемещен в карантин из темпа 2036 появляется в памяти антималва заблокировал неизвестный объект еще одно сообщение объекты перемещены в карантин 7716 предупреждение приложение заблокировано в целях защиты переходим к 3 директории пробуем запустить объекты которые здесь присутствуют для начала попытаемся распаковать архив под номером 1 внутри имеется объект пробуем запустить от имени администратора антималва заблокировал опасный объект сообщает зимана объект ликвидирован командный объект пробуем открыть антималва заблокировал данный объект и из папки удалил еще один архив zip извлекаем проверяем и пробуем запустить объект который был распакован от имени администратора Администратора. Предупреждение антималва. Неизвестный объект был блокирован. Перемещен в карантин, удален из директории. Еще один архив под номером 2. Извлекаем. Пробуем запустить распакованный объект. Предупреждение Зимана. Неизвестный объект заблокирован и ликвидирован. 48 объект. От имени администратора. Появляется в памяти. Два объекта. Темп и экзо. Русский язык. Предлагается выбрать. Мастер установки. Продолжаем. Лицензионное соглашение. Демонстрационный период. Ярлыки создаются. Установка. Объект установлен. Можно запустить. Антималва заблокировал неизвестный объект. Плея экзо. И помещает его в карантин. Таким образом запуститься данное приложение не может. 143. Появляется в памяти. Сообщение Зимана. Блокирует неизвестный файл. Помещает его в карантин. Из памяти выгружается. Что касается четвертой директории. Здесь осталось два объекта. Пробуем их запустить. Но зловредный из них только один. 1475. Предупреждение о ошибке. Переходим к энкодеру. Он один. 353 объект. Запускаем от имени администратора. Файл появляется в памяти. Данному приложению для работы необходимо присутствие программы получения электронной почты. В данном случае у нас такой программы не установлено. И возникают проблемы. Работать приложение не может. Директория где располагаются батскрипты. Пробуем запустить самый безобидный. Убивает эксплорер экзо. От имени администратора. И действие выполняется. Рабочий стол сворачивается. Появляется рекламное сообщение. Работает HAU123. Директория номер один. Содержит объект, который невозможно удалить. Работает в режиме реального времени. Вторая директория. Здесь большое количество объектов. Но зловредными считается небольшая часть, которую я из общего количества не выделял. 927. Инсталлятор. Пробуем выполнить инсталляцию. Amiga. Gameo. Предупреждение. Зимана антимолва заблокировал и удалил объект. Еще одно предупреждение. Уже опасный объект удаляется. Завершается инсталляция. Окончание процесса. Что касается нагрузок на основные компоненты защитного комплекса, я вношу коррективы. Пиковая нагрузка на виртуальную память составила 605,73 МБ. Физическая память 396,70 МБ. Смотрим карантин. Здесь большое количество вредоносных объектов. Выполняем глубокую проверку системы. Ожидаем окончания данного процесса. Начинается обнаружение угроз. Завершается проверка. Было обнаружено 12 опасных видоизменений в системе. Предлагается поместить в карантин и исправить. Что я и делаю. Все действия выполнены. Выполнен рестарт. Каких-либо проблем в процессе не возникает. Автоматически стартует HAU-123 с рекламными элементами. Это единственный компонент, который запускается в системе самостоятельно. Проверяем папку для шифраторов. Архивы на месте. К шифрованию не подвергались. Видеообъекты. Все доступны. Во время старта выполнялась проверка Zimano Antimalov, которая обнаружила подозрительную настройку. Task Manager. Отключен. Предлагается исправить. Ключ реестра. Исправляем проблему. Исправление выполнено. Выполняем еще одну проверку для того, чтобы посмотреть, насколько Zimano справилась с теми объектами, которые пыталась ликвидировать и восстановить. Файлы документов доступны. Шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты доступны. Фотографии доступны. Таким образом, программы-шифраторы в системе не работали. Либо были удалены до запуска, либо в процессе запуска развернуться не смогли. Комода Kill Switch каких-либо опасных, неизвестных компонентов в системе не находит. Вновь обнаружена неправильная подозрительная настройка. Task Manager отключен. Через некоторое время автоматически стартует Twigbit PCClean и предупреждает о каких-то проблемах в системе. Выгружаю данный элемент. Для его удаления необходимо выполнить процедуру доинсталляции. В противном случае он так и будет стартовать при запуске операционной системы. Пробуем вновь исправить. Исправление выполнено. Выполняю проверку системы Hitman Pro. А также запускаю Malva & Bytes Anti-Malva корпоративную версию. И выполняю полное сканирование. В качестве независимого дополнительного сканера я запускаю MCSoft Emergency Kit. Это старая модификация с обновленными базами, работавшая в то время на двигателе Icarus. Именно эти компоненты антивирусные здесь и подключены. Завершается проверка Hitman Pro. Всего было обнаружено 5 опасных видоизменений в системе. У нас фактически присутствуют 2 наименования зловредных объектов. Backdowin32 и Trojanwin32 с Carsey. Завершается сканирование Malva & Bytes. Было обнаружено 101 опасные видоизменения в системе. Смотрим результаты и классифицируем их по категориям. Файлы, директории, реестр, оперативная память. Из опасных выделены TrojanSBot, TrojanPseudo, TrojanMilePack, WindowsUpdate. Файлов, которые работали бы в режиме реального времени, не зафиксировано. Что касается MCSoft Emergency Kit, общее количество обнаруженных угроз 12. Что касается проведенного тестирования. Хотелось бы отметить, что, во-первых, тестовые мероприятия проводились с повышенным количеством зловредных объектов. Это было связано с тем, что, согласно статистических данных, проводимых мной тестирований, ZimanoAntiMalva обычно выполняет обнаружение большого количества опасных файлов. Поэтому объекты были представлены без отбора в гигантских количествах. Из этих гигантских количеств, фактически, в директориях осталось небольшое количество объектов. Большинство из файлов, которые были обнаружены, зловредными либо не являются, либо носят низкий уровень зловредности. Те же, которые являются зловредными, во время запуска активно блокировались и помещались в карантин двигателем реального времени Zimano. Тем не менее, часть объектов смогли себя прописать в системе, однако работать в режиме реального времени не способны. Хотелось бы обратить внимание пользователей, что двигатель реального времени появился в продукте относительно недавно. В настоящее время совершенствуется и, скорее всего, будет претерпевать еще неоднократные виды изменения. Включение каких-либо дополнительных функций. В настоящий момент можно утверждать, что действительно двигатель этот работоспособен и может обнаруживать и удалять как известные, так и неизвестные опасные объекты. На этом тестирование антивирусного продукта Zimano завершено. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.